Эдуард Асадов, помните, день победы и в огнях салюта будто гром. Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту погибало десять человек. Как понять и как осмыслить это? Десять крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, где-то сад, река, знакомый смех, мать, жена, а если не женатый, то девчонка лучшая из всех. На восьми фронтах моей отчизны уносил войны водоворот. Каждую минуту десять жизней, значит, каждый час уже шестьсот. И вот так четыре горьких года, день за днем, невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумел и одолел народ. Мир пришел, как дождь, как чудеса, яркости не душа опаляя. Вешний вечер, птичьи голоса, облаков вздымая паруса, как корабль плывет моя земля. И сейчас мне обратиться хочется каждому, кто молод и горяч, кто б ты ни был, летчик или врач, педагог, студент или сверлопщица. Да, прекрасно думать о судьбе, очень яркой, честной и красивой. Но всегда ли мы к самим себе подлинно строги и справедливы? Ведь, кружась межпланов и идей, мы нередко, честно говоря, тратим время попусту, зазря на десятки всяких мелочей. На тряпье, на пустенькие книжки, на раздоры, где не прав никто, на танцульки, выпивки, страстишки. И, господи, да мало ли на что, и неплохо б каждому из нас, а ведь есть душа, наверное, в каждом. Вспомни, друг, о чем-то очень важном, самом нужном, может быть, сейчас. И сметя все мелкое, пустое, скинув сколку, черствость или лень. Вспомни, друг, о том, какой ценою куплен был наш каждый мирный день. И судьбу замешивая круто, чтобы любить, сражаться и мечтать, чем была оплачена минута. Каждая, при каждой минуте, смеем ли мы это забывать? И шагая за высокой новью, помните, что всякий час вечно смотрят с верой и любовью, следуем те, кто жил во имя нас.